Теперь внутреннее строение семян. Может быть и такой вопрос ЕГЭ. Объясните, в чем состоит внутреннее строение семян. Первое, семена в разрезе имеют зародыш и очень часто эндосперм, запас питательных веществ. А второе, вы должны рассказать о строении зародыша. Вот я сейчас на фасоли, на пшенице покажу. Вот смотрите, вот это все эндосперм, это внутреннее строение, это запас пищи. Ну, из которого муку делают, да. А второе, здесь сейчас внизу будет зародыш. Вы должны знать, что у зародыша 4 элемента строения. Когда-то в ЕГЭ, лет 5 назад, был даже вопрос о строении зародыша. Переведите 4 элемента зародыша семени. Вы пишете, у зародыша семени имеется корешок, стебелок и почечка. Вот такую побольше я почечку нарисовал, да. Это вот первые 3 элемента, как мини-растение. Вот такое. И плюс также имеется семя доля. А это лист, первый лист, который тоже входит в состав зародыша. Иногда вот у фасоли, ведь они огромные, их 2. У фасоли, кстати, вот так выглядит. Вот эта почечка будет, вот стебелек. Ну, побольше их нарисую, а то-то корешок. Вот так выглядит зародыш, а это 2 семи доли. У фасоли вообще, видите, эндосперма нет. А тут вот много эндосперма. Поэтому вы пишете, что эндосперма иногда бывает, иногда нет. Ну, и зародыш обязательно является частью внутренней, частью семени. Всё. Вот таково внутреннее состояние семян. Очень всё просто. Когда это трогается в рост, вот отсюда выходит главный корень. Отсюда стебель, и почка распускается. Целое растение. Вопросы? Всё, я семена уже сейчас долго не буду. Мне пора уже перейти. Сказать, правда, о двух семенах странных. Это у перца и у лука. Которые многие не знают, что такое есть. Это у учебника шестого класса нарисованы. Они вот такие. Ну, чуть-чуть, может, неровные, но в целом достаточно такой кругловатой формы. А вот это будет сладкий перец. И здесь вот такой зародыш в виде завитка с двумя семидолями. Вот две семидоли. Вот тут такая почечка в виде треугольника. Дальше вот это всё стебелёк. А вот это корешок. Корешок, стебелёк, почечка и две семидоли. А вот это всё эндосперм. Потому что у перца есть эндосперм. У лука то же самое. Такой завиток, только одна семидоля. Не две, а одна. Вот она, одна семидоли. Вот почечка тоже. Это стебелёк, а это корешок. Ну, это тоже всё. Однодольная, видите, одна семидоли. А это всё эндосперма. В этом особенность строения лука и перца. Поэтому не надо думать, что у двудольных всегда эндосперма. Вот здесь вот видите, фасоль думает, она двудольная, у неё две семидоли. И все ученики думают, что у двудольных вообще нет эндоспермы. Никогда. Где реально, да, вот у фасоли нет его. А вот у перца, а вот две маленькие семидоли, но у него есть. Так что эндосперма у нас чаще даже бывает, чем его нет. Он часто бывает. Это запас питания для зародыша молодого. Если бы его не было, кстати, это очень крутое приобретение в процессе эволюции эндосперм. Если бы его не было, то семена бы попала в почву, она бы не вылезла оттуда без запаса, понимаете, питания. Поэтому крупные семена можно поглубже сажать, у них много запаса, а мелкие нельзя глубоко. Потому что у них никаких запасов нет для зародыша, он не вылезет оттуда, если глубоко мелкие посадить. Из почвы не прорастёт.